126 сезон Московского художественного театра имени Чехова Мультимедийный проект «Корни и ветви» Тематический поезд в метро Год был юбилейным не только для театра, но и для всей МХАТовской триады Школе-студии МХАТ исполнилось 80 лет Музею МХАТ 100 лет Совместно были организованы выставки и инсталляции Уличные, в метро, в пространстве нового Манежа и в самом МХТ В день 125-летия на основной сцене была сыграна премьера спектакля 9-й ряд, 10-е, 11-е место Который стал признанием в любви искусству, служителям и зрителям художественного театра Всего в течение сезона на трех сценах художественного театра состоялось 11 премьер Маститые и начинающие режиссеры обращались к Чехову, Лермонтову, Шекспиру И тем, кто пишет для театра сейчас Репертуар пополнили спектакли Петра Шерешевского, Дениса Азарова, Юрия Квитковского, Юрия Муравицкого, Елизаветы Бондарь, Александра Золотовицкого и других режиссеров В число премьер вошли спектакли, созданные в рамках режиссерской лаборатории «Артхаб» И ставшие ее победителями по итогам голосования зрителей и жюри Цель «Артхаба» — открытие новых имен в драматургии и режиссуре Лаборатория проводится второй год В этом сезоне молодые режиссеры представили на суд публики 10 эскизов Два из которых были включены в репертуар На поддержку молодых дарований направлена и учрежденная в 2023 году премия художественного театра Которая в уходящем сезоне проводилась во второй раз и охватила несколько сфер искусства Театр, кинематограф, музыка, литература Симбиозом экрана и сцены стал конкурс короткометражного кино для начинающих кинорежиссеров В этом году он был посвящен 225-летию Александра Сергеевича Пушкина Награда для победителя — съемки короткометражного фильма с участием артистов МХТ При поддержке онлайн кинотеатра ВИЛК Фильм «Зверек» по мотивам сценария Немировича Данченко, снятый победителем прошлого конкурса Ириной Прохоровой Сейчас активно представлен в программах кинофестиваля Помимо спектаклей в афише МХТ в этом сезоне были литературные и музыкальные вечера В том числе посвященные Дню Победы и Столетию Булата Акуджавы 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда 225-летию Александра Пушкина А также творческие встречи с артистами труппы В течение сезона театр устраивал для зрителей бесплатные лекции ведущих искусствоведов Мастер-классы актеров и деятелей кино Вел активную просветительскую работу в сети интернет По числу подписчиков в социальных сетях художественный театр лидер среди драматических театров Аудитория соцсетей не только узнает об истории и следит за событиями сегодняшней жизни театра Но и активно вовлекается в них В ВК создано и активно развивается молодежное сообщество МХТ Где подписчиков знакомит с театром новое поколение мхатовцев Оставка сделана на видеоконтент Традиционно много внимания МХТ уделял в этом сезоне благотворительным проектам Это детский музыкальный спектакль поколения Маугли Средства от которого идут в помощь подопечным благотворительного фонда Константина Хабенского Совместный с добромейл.ру проект «Театр помогает» В рамках которого театр привлекает внимание к благотворительным фондам Чьими амбассадорами являются артисты-труппы Сотрудничество с Российским детским фондом, фондом артист А также работа с Росмолодежью, общественными и военно-патриотическими организациями В 126 сезоне театр побывал с гастролями в 13 городах, в том числе посетил Японию и Казахстан Принимал участие в федеральной программе «Большие гастроли» в отечественных и международных фестивалях В рамках сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» на ракете, запущенной с космодрома Байконур Был размещен логотип Московского художественного театра Состоялись гастроли на космодромах Байконур и Восточный Где артистами театра была представлена специально созданная литературно-музыкальная программа «Смотришь в небо и видишь звезда» Московская публика тоже смогла ее увидеть в честь Дня космонавтики В течение сезона МХТ участвовал в отраслевых акциях «Культура памяти», «Ночь искусств», «Ночь театров», «День открытых дверей» И продолжал наращивать свое присутствие в проекте Министерства культуры «Пушкинская карта» Сейчас по карте можно приобрести билеты на 55 спектаклей репертуара И это число будет расти вместе с появлением новых премьер По пушкинской карте было продано практически 30 тысяч билетов Всего же в этом сезоне театр посетили 300 тысяч зрителей Заполняемость составила более 98%